Формула-1 всегда была соревнованием не только выдающихся пилотов, но и гениальных инженеров. Некоторые команды специально идут на технические хитрости и откровенное жульничество. От обмана с весом болида до невероятных инновационных технологий, которые в спешке стараются убрать, иначе на гонках и борьбы никакой не будет. Например, в конце мы покажем легендарный автомобиль-пылесос, который не мог не победить, поэтому его и запретили. Ведь с помощью правил организаторы стараются поставить гонщиков в одинаковые условия на трассе. Гениальная тактика, с которой хотелось бы начать, чтобы вы понимали степень хитрости некоторых команд. Это гидравлические тормоза. В начале 80-х начался бум турбированных двигателей, которым сильно уступали атмосферные варианты. Инженеры придумали, как можно сравнять силы. На болиде устанавливали специальные резервуары с жидкостью, которую аккуратно сливали после старта гонки, значительно уменьшая вес своего болида на протяжении практически всей дистанции. Затем болид заезжал на питстоп, где воду заливали обратно, и машина проходила процедуру взвешивания. На тот момент никаких ограничений по резервуарам для тормозной системы не было, поэтому это не считалось нарушением правил, хотя дух королевских гонок явно подрывало. Этот трюк помог Нельсону Пике из команды Брэбом и Кейо Росбергу из команды Уильямс занять первое и второе место на Гран-при Бразилии во втором этапе сезона 1982 года. Тем не менее, когда на следующей гонке на Гран-при США снова неожиданно выиграли атмосферные машины, главные представители команды Рено и Феррари, которые обладали более мощными турбовыми болидами, подняли протест. Результаты Гран-при Бразилии были пересмотрены, и Пике и Росберга дисквалифицировали. Победителем этой гонки был объявлен Ален Прост из команды Рено. Организаторы Гран-при США, однако, решили не менять итоговых результатов, несмотря на то, что жидкие тормоза использовались и в команде McLaren, где гонщиком был Никки Лауда, который финишировал на первом месте. Но поверьте, это еще цветочки, если сравнивать с другими уловками команд. Иногда в Формуле-1 можно встретить и тактические хитрости. Команда техников выбегает на полосу, имитируя ложный пит-стоп, чтобы оппонент решил тоже заехать и обновить резину, потеряв драгоценные секунды. Например, так было во время Гран-при Великобритании в 2015 году, когда механики Мерседес пытались провести этот тактический трюк несколько раз за гонку. Пилоты команды Уильямс в начале гонки в Сильверстоуне лидировали, и команда Мерседес попыталась вынудить их совершить ранний заезд. В результате на 14-м круге механики чемпионской команды подготовились к пит-стопу и вышли на полосу, показывая своим видом готовность принять болид. Однако команда Уильямс не поддалась на этот трюк, и все их машины остались на трассе. В конечном итоге Льюис Хэмилтон с командой Мерседес прошел пит-стоп лишь на 5 кругов позже, чем изначально показывали его техники, после чего вернулся в лидеры гонки. С одной стороны, Тотто Вольф, директор Мерседес Мотоспорт, признал, что это была попытка инсценировки для ввода соперников в заблуждение. С другой стороны, с точки зрения правил, такие действия команды могут быть интерпретированы как нарушение. Ведь статья 23.11 спортивного регламента гласит. Сотрудникам команды разрешается выходить на пит-лейн непосредственно перед началом работ по машине и должны покинуть пит-лейн сразу после завершения работ. В 2006 году Рено и Фернандо Алонсо успешно защитили свои чемпионские титулы. Тем не менее, Международная автомобильная федерация, ФИА, нашла способ сильно ограничить действующих чемпионов. Спор, вызванный внедрением так называемых демпферов масс, привел не только к разногласиям командой и ФИА, но и к конфликту внутри самой федерации. Демпферы масс представляли собой приблизительно 9-килограммовый диск, размещенный между двумя пружинами в носовой части болида Пи-26. Основной целью этого устройства было подавление естественных колебаний шин, что в итоге приводило к равномерной нагрузке на переднюю часть машины, что, в свою очередь, улучшило сцепление с трассой. Однако ключевой аспект этой технологии заключался в ее подвижной массе. Это стало основанием для ФИА запретить это устройство по ходу сезона, ссылаясь на его косвенное воздействие на аэродинамику и неправомерное использование подвижных элементов в аэродинамическом комплексе. На круге демпферы масс обеспечивали преимущество, оцениваемое в 0,3 секунды. А вот после Гран-при Франции, когда отменили чудо приспособления, Алонсо смог победить лишь в одной гонке против пяти побед Михаэля Шумахера из команды Феррари. В конце 90-х годов команды Мерседес и Феррари вели ожесточенную борьбу не только на трассе, но и за кулисами, в конструкторских бюро и коридорах ФИА. В тот период Феррари обратила внимание на то, что моторы серебряных стрел, так называют иногда Мерседес, при одинаковых оборотах выдают больше мощности. Скоро было раскрыто, что стрелы использовали легкий, но при этом очень прочный алюминиево-берилевый сплав для изготовления поршней и стенок цилиндров. Этот сплав был экзотическим, трудным в обработке и, более того, содержал канцерогенные вещества, вредные для всех, кто с ним контактировал. Естественно, Федерация вмешалась в этот процесс и с 2001 года ввела полный запрет на использование экзотических материалов, включая бериллиевые сплавы. Это решение привело к тому, что серебряные стрелы потеряли приблизительно 40 или 50 лошадиных сил, а также столкнулись с вопросами надежности двигателей после перехода к традиционным металлам. Ко второй половине 2000-х годов Формула-1 стала все более увлеченной оптимизацией каждого квадратного дюйма кузова с целью увеличения аэродинамической эффективности. Это было неизбежным, учитывая монополию компании Bridgestone в сфере поставки шин и замороженное развитие моторов на ближайшие 10 лет. Однако такая озабоченность аэродинамикой привела к тому, что формы болидов стали более сложными и загроможденными элементами типа дефлекторов, ушек, рожек, канделябров, плавников и прочих фигур, которые получали свои прозвища от болельщиков. Большинство из этих приспособлений не давали никакого бонуса в скорости или безопасности болида, зато создавали более сильное воздушное сопротивление для следующих сзади автомобилей. Инженеры пытались направить потоки сзади так, чтобы машину было сложно обогнать. В ответ на такие решения Федерация в 2009 году внедрила новые правила для Формулы-1 с упрощенной аэродинамикой, после чего таблица лидеров сразу поменялась. В 1981 году, когда главный судья Формулы-1 Жан-Мари Баллистер вёл борьбу с граунд-эффектом и запрещал такие элементы, как мини-юбки, Колин Чепмен, известный инженер и основатель команды Lotus, представил инновационный болид под названием Lotus 88. Этот автомобиль был построен на основе идеи двойного шасси. Первое главное и жёсткое шасси несло на себе аэродинамический кузов, и было предназначено для использования принципов граунд-эффекта. Вторая подвеска, более мягкая, связывала колёса с монококом и мотором, обеспечивая гонщику более комфортные условия для управления автомобилем. Чем это и было характерно для традиционных автомобилей-крыльев. Болид Lotus 88 появился на трассе в Лонг-Бич, но во время субботней практики он был снят чёрным флагом, что означало запрет на участие в гонке. Несмотря на протесты со стороны команды и утверждение о том, что Болид соответствует правилам, ему так и не было разрешено стартовать ни в одном из гран-при. Этот случай является одним из примеров того, как в мире Формулы-1 инновационные идеи могут сталкиваться с жёсткими правилами и регулированиями FIA, даже без права на обкатку. Гоночные автомобили в Формуле-1 и в других гонках обычно имеют четыре колеса по историческим традициям и правилам, установленным FIA. В прошлом были попытки использовать машины с более чем четырьмя колёсами, но они столкнулись с различными препятствиями. Когда Патрик Де Пайе вывел на Гран-при Испания 1976 года шестиколёсный Тирол Пи-34, сконструированный Дереком Гарднером, это было настоящей инновацией. Идея заключалась в том, что две передние шины были заменены четырьмя меньшими 10-дюймовыми колёсами, спрятанными за огромным передним крылом. Это позволило повысить механическое сцепление и снизить лобовое сопротивление, что улучшило управляемость автомобиля. Шестиножка добилась успеха, и команда Тирол выиграла несколько гонок. Проекты с четырьмя задними колёсами от Марчи Феррари не получили развития за пределами тестов, и в 1982 году FIA запретила использование более чем четырёх колёс в гоночных автомобилях. Это решение было принято по ряду причин, включая безопасность, стандартизацию и равноправие между командами. Система F-Duct, как и многие другие инновации в мире Формулы-1, была разработана с целью улучшения аэродинамики и производительности болидов. Эта система впервые появилась на машинах команды McLaren в 2010 году и была представлена на предсезонных тестах. Идея системы была довольно простой. Она позволяла управлять потоками воздуха через переднее антикрыло к заднему с помощью специального воздухозаборника в монококе. В свою очередь это изменяло угол атаки заднего антикрыла и, следовательно, прижимную силу. Гонщик мог активировать эту систему с помощью специальной педали. Однако система F-Duct вызвала некоторые споры и вопросы в отношении её легитимности и безопасности. Несмотря на это, на момент её внедрения в правила Формулы-1 она была законной и команда McLaren быстро добилась преимущества в скорости на прямых участках трассы, как раз-таки благодаря этой системе. Позже другие команды, включая Заубер, Феррари, Рено и Форс Индию, также внедрили систему F-Duct в свои болиды. Однако сезон 2011 года стал последним для этой системы, так как правила были изменены. И система F-Duct была запрещена ввиду получения явного преимущества при её наличии. Активная подвеска в мире Формулы-1 представляла собой инновационную технологию, которая позволяла автомобилю изменять высоту подвески и жёсткость в реальном времени, чтобы улучшить его ходовые характеристики прямо на трассе. Эта система позволяла гонщикам настраивать болид на разных участках трассы и в разных условиях, что давало им значительное преимущество. Команда Lotus начала экспериментировать с активной подвеской в 1987 году, и Айртон Сенна дал ей положительную оценку после тестов. Он выиграл несколько гонок на болиде 99T с этой технологией. Однако настоящий расцвет активной подвески наступил позже, когда Уильямс разработал и внедрил технологию в свой болид FW14B в 1992 году. Под управлением Найджела Мэнсела этот автомобиль доминировал на трассе и принёс команде чемпионские титулы. Уильямс действительно довёл активную повеску до совершенства, однако в следующем сезоне стало ясно, что другие команды не могут соперничать с Уильямс без этой технологии. Вместе с другими изменениями, такими как запрет электронных помощников, активная подвеска была запрещена в 1994 году. А теперь самое время поговорить про эту самую электронику. Использование электронных систем помощи, включая трекшн-контроль, в мире Формулы-1 было предметом споров и дискуссий на протяжении многих лет. Болельщики негодовали, что гонки превращаются в соревнования на стройной электронике, а не мастерства пилотов. Ведь многие команды ещё использовали системы стабилизации, лаунч-контроль и АБС. С начала 80-х годов и вплоть до 1994 года в Формуле-1 всё это добро было разрешено. Но потом правила изменили и помощники попали под запрет. Но проблема была в том, что невозможно было определить наличие или отсутствие этих систем в болиде, чем многие и пользовались. В 2001 году ФИА признала свою неспособность эффективно регулировать использование электронных систем и трекшн-контроль был вновь легализован, начиная с Гран-при Испании. Однако окончательно избавиться от критикуемых болельщиками помощников удалось только в 2008 году, когда ФИА обязала все команды использовать стандартные блоки управления двигателем, что снизило возможность манипуляции с электронными системами на болидах и повысило контроль над их использованием. В 1983 году турбированные двигатели в Формуле-1 стали доминирующей силой, несмотря на их начальные проблемы с надежностью и задержками компрессора. Эти двигатели были внедрены командой Рено и поначалу требовали специфического стиля пилотирования. Но к 1983 году они стали более надежными и могучими, и Тирелл одержал последнюю победу с атмосферным двигателем. Дальше у классики не было и шанса против турбированных монстров. Нельсон Пике на болиде Брэбом БМВ стал первым чемпионом с новым типом двигателя в 1983 году, уведя его у первопроходцев из Рено. ФИА с Жаном Мари Баллистром во главе пыталась сдерживать рост мощности болидов путем введения ограничений на количество топлива и повышения минимального веса болидов с турбонаддувом. Однако к 1988 году, когда команда Макларен под руководством Алина Просто и Айртона Сены доминировала, Мотористы научились извлекать более 600 лошадиных сил с литра объема, что сделало их турбированные двигатели несравненно мощнее любого классического. В конечном итоге ФИА приняла решение обязать команды использовать атмосферные двигатели объемом 3,5 литра, чтобы сбалансировать мощность на трассе и снизить риски для пилотов. Брэб МБТ-46Б – это знаменитый болид, который получил прозвище «автомобиль-пылесос». Это чудо техники было создано Гордоном Мари, одним из наиболее талантливых инженеров в мире Формулы-1. Болид использовал натуральный вентилятор для генерации граунд-эффекта, что позволяло прочно прижимать машину к поверхности трассы. На момент его дебюта в Формуле-1 он полностью соответствовал правилам тех лет и не вызывал вопросов, ведь никто не мог подумать, что инженеры додумаются приделать гигантский вентилятор к гоночной машине, который создавал поддерживающий поток воздуха, вытягивая его из-под автомобиля. Тем не менее, первая гонка, в которой этот болид принял участие – Гран-при Швеции 1978 года – вызвала панику среди его конкурентов. Никки Лауда одержал простейшую победу без особых усилий. Это настолько насторожило другие команды, что они даже угрожали уйти из чемпионата, если пылесос не будет исключен. В результате в Формуле-1 были внесены поправки в правила, запрещающие использование вентиляторов для создания граунд-эффекта. Как бы ни хотелось инженерам бесконечно совершенствовать гоночные болиды, важно понимать, что тогда теряется сам смысл королевских гонок. На этом у нас всё. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока!